Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Стебловская, и я рада приветствовать вас на моем канале MS Greenhouse. Сегодняшнее видео будет посвящено одной из моих самых любимых орхидей ансидиумной группы – Бразццидостелия Gilded Tower, клон Mystic Maze. Ранее я показывала это растение в обзоре про цветущие орхидеи октября, ссылку на видео я оставлю в описании, также вы можете воспользоваться подсказкой в правом верхнем углу экрана. Этот красивый гибрид с эффектными ароматными звездчатыми цветами был зарегистрирован в Королевском обществе Великобритании в 2005 году. Родителями его являются Бразцццелия Summit и Бразццидиум Gilded Urchin. Генетически эта орхидея сочетает в себе признаки таких видовых растений, как Ринхостелия Bictenensis, Ancidium Ventvertianum, Brassia Aquugera и Brassia Keliana. В моей коллекции данный кросс живет с 2015 года. Давайте теперь рассмотрим это растение с морфологической точки зрения. По типу роста это симпедиальный эпифит средних размеров, корневая система развита хорошо, корни тонкие, длинные, гладкие, белые, покрыты умеренным слоем беламина, опекальная милистема зеленого цвета. Псевдобольбы плоские, удлиненно-овальные, в размерах достигают 12-17 см, гладкие, матовые, ювенильные побеги появляются у основания вызревшие псевдобольбы, как правило, после цветения последней. Резума укороченная, листья в количестве 4 штук, 2 кроющих и 2 на опекальной части каждой псевдобольбы, длинные, вытянутые, плотные текстуры, кожистые, с умеренно выраженным желкованием, в длину до 40-50 см, окраска их темно-зеленая. Цветонос. Появляется из пазухи листьев полностью сформированной псевдобольбы. В длину достигает 40 см, покрыт несколькими кроющими чешуйками. По данным некоторых заводчиков, может нести до 17 ароматных цветков. Мое растение не формировало более 10 бутонов на одном цветоносе. На данный момент их 7. Цветы крупные, в диаметре достигают 12 см, ароматные. Цепалия и питалия одинаковые остроконичные вытянутые формы, слегка закручивающиеся на концах. Лепестки в начале цветения имеют зеленоватый тон, со временем меняя его на желто-оранжевый цвет с контрастными красно-коричневыми пятнами на общем фоне. Губа крупная, с волнистым краем, желтая, с причудливым пурпурным рисунком, напоминающим лабиринт. Поэтому данный гибрид и имеет соответствующее название. Колонка желтая, пыльник также желтый, по линии в 2. Сезон цветения может продолжаться круглый год, по мере возревания псевдобуль, но чаще это происходит весной или осенью. Важное замечание. Пока на цветоносе активно формируются бутоны, желательно не переставлять и не поворачивать горшок с орхидеей. У меня после таких манипуляций брасцедостелия отсушивала по паре бутонов, и цветение выглядело не так хорошо, как могло бы. Давайте теперь рассмотрим, какова брасцедостелия Гилдер Тауэр Мистик Мейз в домашней культуре. Температурный режим от теплого до умеренного. Оптимальные дневные температуры 22-28 градусов по Цельсию, ночные 17-20 градусов. Желателен суточный перепад температур в 5 градусов. Освещение. Яркий рассеянный свет. В осенне-зимний период желательно искусственная досветка. Продолжительность светового дня не менее 12 часов. Влажность воздуха от 50 до 80%. Чрезвычайно важно обеспечить постоянное хорошее движение воздуха. Полив. В активный период роста и цветения обильный. Приблизительно 1 раз в 2-3 дня. В период покоя умеренно сокращенный. Раз в 5-6 дней при относительной влажности воздуха не ниже 50%. Посадка. Обычно выращивается в горшках и подвесных деревянных речных корзинах. На блок посадка также возможна, но будет несколько затруднительно ввиду размеров растения. Свой экземпляр я держу в простом керамическом горшке. Субстрат может быть разнообразным, но структурированным. Подойдут средняя и крупная фракция сосновой коры с добавлением небольшого количества мхасфагнума в качестве верхового слоя. Я использую кокосовые чипсы. Можно также вводить такие добавки, как уголь, пиностекло, циолит, в зависимости от ваших навыков и предпочтений. Удобрение. В активный период роста раствор удобрения вносит с каждым вторым поливом. В период покоя подкормки прекращают. Пересадка производится раз в 2-3 года по мере разложения субстрата. Период покоя имеется. В домашней культуре бывает достаточно 4-5 недель после цветения. В этот период прекращается внесение удобрений, температуры и влажность можно немного понесить, а освещение остается на прежнем уровне. Растения широко используются в гибридизации. Ну что же, пожалуй, это все, что я могу рассказать вам об этой гибридной орхидее. Надеюсь, информация вам пригодится. На этом я завершаю сегодняшнее видео, но не прощаюсь. Впереди много всего интересного. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал и узнавайте новое об орхидеях и бромелиях. До встречи!